Момент, который я хотела бы осветить, это физические упражнения. То есть это то, что не надо покупать, то, что вы делаете. Если у вас проблемы с позвоночником, начните делать хоть что-нибудь. Начните делать минимальные какие-то упражнения. Разрабатывать вот руки, разрабатывать ноги, разрабатывать хоть что-то. То есть надо делать растяжки, пластичные суставы, тибетская гимнастика лежа. Да, начинайте, если у вас серьезные проблемы со здоровьем, начинайте хоть чего-нибудь. Знаете, есть такой комплекс «5 тибетцев». Вот для самого начала, если вы до этого ничего не делали, если у вас уже критическое состояние «5 тибетцев», это как раз поможет. Я «5 тибетцев» делала моя покойная бабушка, она умерла под 90 лет, и бабушка, когда я к ней приехала, она была при смерти, она уже лежала, уже думала, что она не встанет. Я начала смотреть, я тогда еще не знала про тайский массаж, я еще не знала про Таиланд. Но тогда я уже увлекалась массажами, я уже понимала, что мне часто делали массаж, мне постоянно ставили все на место. И я потом поняла, что ее боли не сердечные, а у нее невралгия межреберная. И я начала ее восстанавливать как раз с межреберной невралгией. И я в 76 лет впервые в жизни заставила бабушку делать гимнастику. Это было как раз таки… В 76 лет она впервые начала делать эту гимнастику. Во-первых, она начала отставать, она начала ходить. во-вторых, у нее начал работать желудок, у нее уже стал желудок, она с трудом уже ела. Он запустил работу ее внутренних органов нормально, он запустил вообще работу всего. И когда мне тетя через месяц, то есть все уже думали, что бабушка умрет, я приехала с ней попрощаться. И в итоге я бабушку подняла, она начала у меня ходить, мне тетя звонит и говорит, можешь трубку бабушке дать? Я говорю, ой, а бабушка отошла куда? Я говорю, она пошла в подвал, картошку пройдет. Какой подвал? Какую картошку? Она же лежачая. Я говорю, ты тут забудьте. Бабушка уже бегает. Вот. И это я к чему? То, что когда вот у вас совсем все плохо, не надо сразу делать какие-то такие прям сильные комплексы. Начните с минимальным. Лежачая тибетская гимнастика. Что-нибудь по чуть-чуть, ну, делайте. Я очень рекомендую дыхательные упражнения. Есть дыхательная гимнастика, я сейчас покажу, если получится. Здесь будет хорошо видно. Оно идет в тело легких. Потому что обычно, когда мы дышим, у нас обычно поверхностное дыхание, мы используем только верхнюю часть легких, и то не полностью. Дыхание, оно начинается с живота. То есть сначала, когда идет вдох, сначала вдывается живот. Потом средняя часть ребер. Вот если положить руки, сейчас, если положить руки вот на ребра, при вдохе ребр на дыхание, они расширяются. Вы можете попробовать подышать животом, подышать только ребрами. Когда не двигается верхняя часть, не двигается живот, двигаются только ребра. И верхняя часть. Верхняя часть, когда идет вдох, верхняя часть… О, у меня аж немножко голова закружилась. Я неделю не практиковала дыхание полное, и пошел к с воротку сразу вверх. Вот, верхняя часть тоже, когда идет правильный вдох. Верхняя часть, когда набирается воздух здесь, немножко раскрываются плечи, чтобы больше был вдох. А сейчас я покажу полностью, как идет вдох. То есть сначала живот. Просто покажу, думаю, что увидите. Я могу потом дать ссылку, у меня есть картинки. Выдох идет тоже. Сначала мы сдуваем живот, потом… Вот, среднюю часть, потом верхнюю часть. И верхнюю часть мы немножко зажимаем плечи. Это можно делать как лежа, так и сидя, и стоя. То есть, в принципе, как бы неважно сделать. 5 минут в день хотя бы начните с такого дыхания, с брюшного типа дыхания, используя все отделы позвоночника. Вы активизируете работу внутренних органов. Работа диафрагмы, она будет массировать внутренние органы. Кроме того, это дыхание, оно обогащает тело кислородом и запускает восстановительные процессы. Какое дыхание делать, когда вы находитесь в лесу или в каком-то месте, куда-то вот выехали на природу, за город, да, где хороший воздух. Используйте его по полной. Сделайте вот полное дыхание. Живот, средняя часть, верхняя часть. Это то, что делала я. Дальше тоже, что я делала, у меня было все все плохо с позвоночником и настолько плохо, что я не могла делать вообще никаких упражнений. Я просто подходила к стенке, вот макушка, плечи, попа и пятки, и волей, и крынок, они вплотную прижимаются к стенке. Вот просто ровно стоять, стараться держаться в этой стенке. Сначала мне было очень тяжело, потому что, ну, все серьезно было с позвоночником, да. А, но потом я постепенно, там, сначала пять минут стояла, потом десять, я устояла вот. И плюс к этому я еще дышала полным дыханием. Кроме этого, я делала самомассаж. Самомассаж мочки ушей. Знаете ли вы о том, что на мочке ушей расположено очень много биологически активных точек? Вот все они вот здесь вот. И если вот каждый день делать массаж ушей до того, что они вот, те люди, у которых уши очень твердые на ощупь. Но после регулярных, если вы хотя бы неделю будете каждый день регулярно разминать уши, мять их всячески, складывать в трубочку и так далее, то через неделю регулярных вот таких вот разминаний ваши уши станут мягче. Также делается массаж рук. На руке тоже очень много биологически активных точек. Массаж стоп тоже. Хорошо. В общем, вот, после того, пять тибетцев – это начало. Как вы уже можете полностью выполнять пять тибетцев, там, по 10-12 циклов, начинайте прибавлять другие элементы. Я начинала, я добавляла сначала приседания. Ой, после Кесарева первое приседание, вот полноценное, чтобы вот не отрывая пяток, да, просто здесь до пола, это было для меня просто адским мучением. Это было настолько больно, настолько невыносимо. А потом я сначала делала по одному приседанию в день, потом по два приседания, по три. И так я довела до десяти. Сейчас я смогу спокойно там и десять, и двадцать раз пристись без проблем. Но с самого начала это, конечно, было очень тяжело. Вот с самого начала не надо себя насиловать, делайте хотя бы по одному разу. Хочешь что-то, чтобы было потихонечку достижение. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, чтобы постепенно все это было. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok